Привет, мои дорогие подписчики! Я Ольга Малахова, и у меня в гостях сегодня прекрасная Мария Азарёна. Маша, привет! Привет, Ольга! У нашей встречи есть призовой фонд в размере 18,5 тысяч рублей. Что это за призовой фонд? Что вы можете выиграть? Вы узнаете в конце нашей встречи. Во-первых, мы с Машей не можем встретиться и поговорить тет-а-тет, потому что я нахожусь дома, и Маша находится дома, как и те тысячи людей, кто смотрит наши каналы. Маша, как ты проводишь это время? Знаешь, вот буквально до нашей с тобой встречи у меня прошел эфир, до этого было две консультации, после нашего интервью будет еще консультация и вебинар. Собственно, вот так я провожу время дома в своем кабинете. Мне кажется, на фоне всего этого карантина и всей этой истории стало гораздо больше работы, по крайней мере, у меня, как у эксперта по личному бренду. А у тебя? Такая же ситуация, и она связана с тем, что я учу системе омоложения и оздоровления, то, что можно сделать человеку в домашних условиях. Для этого ему нужны всего лишь его руки и его знания, и неважно, где вы находитесь, на работе, либо дома, либо на приусадебной участке, и эти знания и руки, ну, точно никак не зависят от состояния карантина. Поэтому я бы хотела сегодня поговорить про то, как нам создать баланс и ресурсное состояние именно здесь и сейчас. Я, кстати, хочу тебе признаться, ты, возможно, слышала от меня, но я вот уже все, я уже две недели пью твои витамины, использую твою сыворотку, вот, и подумываю о подушке. Это к вопросу о том, что я заметила, что вот за время этого карантина, мы сейчас как раз находимся где-то в середине, да, я стала гораздо больше пропокупать, тестировать разных приспособлений, гаджетов, инструментов, для того, чтобы быть как раз в ресурсном состоянии. Так что поэтому мне эта тема очень отзывается. Я смотрю твои сторис, твои посты и твои видео. Это очень актуально для тех, кто немножечко заблудился и потерялся вот в состоянии неопределенности. А что же будет потом? А что же нам делать потом? Моя личная эффективность, мой личный бренд, кто я, что я, что я себя представляю? И если весь мир, мой внутренний мир рухнул и поделился на состоянии до и после, то что мне делать потом? Поэтому я очень рада, что мы сегодня с тобой вместе, и наша встреча будет вкладом для наших зрителей 100%. Надеюсь. Да, я занимаюсь темой личного бренда и как раз-таки много пишу о том, что сейчас особенное время, когда личный бренд становится не просто, хоть хорошо было бы его иметь, а основным инструментом продвижения, коммуникации, продаж. Потому что многие люди сидят дома, многие люди находятся действительно в состоянии такого страха, неопределенности, и хочется общаться не с компаниями, а хочется общаться с людьми, видеть реального человека. И поэтому сейчас прекрасная возможность для многих людей выходить на новый уровень, как бы странно это ни казалось, но я бы скажу так, переписывать свою историю в концепции, чем бы тебе реально хотелось заниматься, какой бы ты реально хотелось сделать вклад в мир. Такое, знаешь, время немножко притормозить, подуматься, настроиться с каким-то своим новым потенциалом и потом уже реализовывать его через личный бренд. Ну, чтобы это осмыслить, передумать, нам нужно себя, знаешь, собрать как бы в кучу. Каждый человек должен собрать себя в кучу. И... Так, как бы в ресурсном состоянии, да. Да. И как раз мы поговорим сегодня про ресурсное состояние. Я с точки зрения врача антивзрастной медицины и с точки зрения оздоровления, омоложения, а Маша с точки зрения баланса во всех своих сферах. Так что давай, Маша, начинаем с тебя. Так, мы говорим про моё ресурс... Как я поддерживаю ресурсное состояние, да? Давай поговорим, да, про тебя и про то, какие рекомендации можно дать даже вот по колесу баланса, что они могут сделать вот прям, начиная после этого видео. Ну, вот смотри. Во-первых, нужно понимать, что мы многогранны, и когда у человека идёт какой-то излишний фокус в какую-то сферу, например, только бизнес, только работа или только отношения, это вызывает естественный перекос. И я вообще сторонник как раз сбалансированного подхода, я живу по колесу баланса, и у меня есть стратегия развития в каждой сфере моего роста. Меня как мастерицы, которая проявляет мастерство и полезна людям, да, меня как мамы, меня как женщины, меня как красотки, это как раз-таки сфера ЗОЖ и так далее, меня как друга и меня как хозяйки. Вот, и там есть несколько ещё таких секретных сфер, связанных с моим внутренним развитием, с духовным, назовём это так. Вот, и, конечно, бывают периоды, когда определённая таллина сфера требует действительно дисбаланса, потому что, например, когда у тебя рождается ребёнок, понятное дело, что тебе какое-то время не до других сфер у тебя фокус уходит туда, это нормально. Но когда мы говорим про обычный период, стандартный, для того, чтобы чувствовать себя в ресурсе, мне лично, например, важно, чтобы в течение моего дня я могла уделить время разным проявлениям себя, ритуалам с детьми, обязательно утром ритуалы для здоровья, для себя, обязательно какая-то работа, причём работа и в онлайне, и с клиентами, консультирование и так далее. Обязательно личностное развитие, то есть изучение чего-то нового, поддерживание себя с точки зрения развития, причём обучение, консалтинг, работа с менторами, с которыми я работаю. И вот так вот постепенно, работая в каждом секторе, чувствуешь именно то ресурсное состояние, что чувствуешь, что есть некое движение, и это держит тебя в тонусе. Наверное, так. И как это всё можно успеть, это вопрос не мой, это вопрос, который обычно задаёт, и как это всё успеть в один световой день? Ну, я люблю ритуалы, то есть я почему-то догадываюсь, что ты это поддерживаешь, потому что я вот у тебя прочитала про ритуал с щёткой, когда ты себя там щетиной обрабатываешь качественно, я это делаю каждое утро. Когда ты переходишь не в концепцию, так, что бы мне такое сегодня сделать, вот, на это тратится много энергии. А когда ты вводишь это в привычку, то есть мы же, когда чистим зубы, мы не говорим, что уход за полостью рта – это какой-то супер требует времени. Когда ты встраиваешь ритуалы, например, та же самая там вода водородная, да, которую ты пьёшь, сколько ты её пьёшь и так далее, и так далее. Вот. То есть я стараюсь все вещи, которые повторяются, переводить в категорию ритуалов. Утренний ритуал – пробуждение, утренний ритуал – ресурсное состояние зарядки, утренний ритуал – пить чай на основе трав определенных, потом там сонастраиваться с делами, какое-то время интенсивно работать, вечером ритуал – почитать сказку, пообщаться с детьми, написать успехи. Это тоже такие ритуальные вещи. Причём сейчас, знаешь, так как мы сейчас никуда не бежим, мы сейчас не тратим время на поездки, многие вещи у нас отменились, какие-то там процедуры внешние, какие-то вещи, которые мы раньше делали, посиделки в ресторане. Оказалось, что очень много вещей, которые раньше составляли нашу жизнь, они сегодня оказались… их нет и окей. То есть вот на самом деле я смотрю, что у меня время, которое я раньше тратила много времени, на те вещи, без которых мне сейчас хорошо. То есть я сегодня могу поговорить с подругой, но мне совершенно необязательно съехать в какой-то ресторан и сидеть там. И мне хорошо, я получаю то же самое, там, тепло, ощущение. И поэтому сейчас мой день стал гораздо более эффективным. И, если честно, это отражается и на бизнесе, на показателях, на оборотах, на показателях физической активности, на внешности, на более качественных продуманных покупках для украшения дома, для уюта. То есть отсутствие потребности бежать куда-то во внешний мир, куда-то ехать там и так далее, привело к тому, что работа здесь и сейчас стала гораздо более концентрированной и фокусной. Но при условии, что я как раз в этом ресурсном состоянии. То есть, вот, например, вот как раз сейчас у меня к тебе будет вопрос, какие ритуалы ты рекомендуешь как базу ресурсного состояния, потому что вот если я не занимаюсь, если я ем что-то тяжелое, если я не полежу раз в два дня в ванне с солью, например, то я понимаю, что у меня начинает проседать вот это вот состояние степки с реальностью. Вот. Поэтому, мне кажется, базой всего этого является именно здоровое состояние, внутреннее состояние здоровья, наличие энергии, и оно дает уже интерес делать какие-то другие вещи. Потому что, когда ты такая замученная, невыспавшаяся, неспортивная, обрюкшкая, оплывшая, то ты себя так воспринимаешь, и тебе даже с детьми общаться как-то, ну, как-то по-другому. Мне в это время нравится, что дети видят меня дома красивой. Вот, понимаешь, они говорят, мама, вот такая мама. А какая мама должна быть? Вот такая вот какая-нибудь, понимаешь, которая такая всклокоченная. Вот. Слушай, на самом деле, вот мы с тобой дома, и у нас общение, мы с тобой общаемся давно, и видели друг друга в разных стаилях, и в спортивной форме, и утром, когда проснулись, но мы же с тобой все равно работаем, и сегодня мы работали с клиентами, и ты выглядишь прекрасно, и даже наличие работы дома все равно тебя как-то организует. То есть есть повод сделать дневной макияж, одеться, сделать укладку, и ты, и я сегодня при укладке, и пообщаться. И это же может быть не только в плане работы. Позвонила подруге, и они вот это, что там у тебя. Такая сонастройка идет, да, определенная сонастройка с тем состоянием. Вот хочешь быть в ресурсе, выгляди в ресурсе, чувствуй ресурси, и дальше двигай этот ресурс. Кстати, можно еще вопрос. А с карантином сократились ли у тебя вообще расходы? Вот ты говоришь, выпало много ненужных, как ты сейчас поняла, абсолютно ненужных, там, услуг, телодвижений, перемещений. Расходы-то сократились вообще финансовые? Сто процентов. То есть я еще пока не считала, не делала аналитику месяц, по месяцу, но я просто вижу, что они кардинально сократились, потому что даже если заказывать еду на дом из ресторанов, это все равно, даже если продолжать питаться едой, которую кто-то готовит, да, когда ты ешь в ресторан или заказываешь домой, это все равно получается выгоднее. То есть, знаешь, вот эти вот небольшие аспекты, даже вот, например, я знаю, наверное, ты не приветствуешь кофе, но я пока еще люблю кофе, пью обязательно каждый день, я получаю жутку кофе. Вот, и вот даже кофе, которое, у меня стоит кофе-машина, но если я пью кофе где-то там, то я не пью кофе дома, понимаешь? Но опять, вот так у меня есть Неспрессо, и теперь я пью чашечку, свою заполненную чашечку кофе в день дома. Вот даже такие мелочи, но в итоге ты смотришь и понимаешь, что стало больше времени, стало больше денег, которые не уходят вот на это, на это, вот это. И ты так сразу задаешь по себе вопрос, а что делать? Вот, например, не знаю, как у кого, у меня начался такой период в хорошем смысле гнездования. То есть, я начала совершенствовать дом, я начала его украшать, я начала, сделала перестановку там мебели, я начала докупать какие-то элементы декора, продумывать какие-то картины. То есть, так как ты дома чаще, дома, хотя я и до этого работала дома, но все равно, когда еще здесь вся семья, сразу возникает момент такой, что чего-то не хватает, где-то что-то нужно прибить, где-то нужно что-то докрасить, и сразу вот все эти работы потихонечку делаются. Это тоже прекрасно, потому что, когда дома, вокруг чистота, порядок и такое ресурсное состояние, тебе и творить здесь лучше, и жить лучше, и мечтать лучше, и даже пазлы, пазлы, вот у меня там лежать, на балконе пазлы, которые мы с детьми собираем, и пазлы собирать лучше. Да, соглашусь. И вернусь к твоему вопросу, что же я делаю для того, я это назову не ресурсным состоянием, потому что, безусловно, это так и называется, но правильные биохимические процессы, которые происходят в нашем организме. Они происходят у нас на уровне клетки, у нас все тело состоит из клеток, и все органы состоят из клеток. И знаете, кто управляет этими биохимическими реакциями? Это, конечно же, наш мозг. И когда мне пишут о том, что мне лень, я не знаю, что делать, я вроде бы хочу, но не могу себя заставить, у меня будет такая рекомендация для всех. А давайте вы начнете себя заставлять. Что подразумевается? Не через телу. Ну, например, вы понимаете о том, что вам было бы комфортным, если вы будете вставать не в 11 и в 12 часов дня, и потом ходить полдня в пижаме немытой, нечестной, потому что я все равно дома, а все-таки вы будете вставать, например, в 7 часов утра, тем более сейчас световой день, он длиннее, птички поют раньше, солнышко встает раньше, и вы действительно поставите будильник на 7 утра, на 7.30 утра, утром сделаете практику, ну, самая простая моя практика – проснулась, улыбнулась, потянулась, это то, что можно сделать уже в пижаме, выставить все внутренние органы, продышаться у открытого окна, запустить этот свежий воздух, знаете, жизни, свободы и чудесного дня, который принесет нам кучу всего полезного, выпить свой стакан воды, сделав таким самым свой утренний душ, внутренний, утренний, внутренний душ, вот люблю я вот такие мелодичные сочетания, потому что они хорошо ложатся на мозг в том числе, а я мозг манипулирую только так. Ну вот, потом вы сделаете практику, спортивную зарядку, например, для лица, для тела, потом вы принимаете душ и понимаете, что время 8.30, а вы уже красотка по полной программе, смотрите на себя в зеркало, это стимулирует, стимулирует, и мозг вам говорит через ваше отражение в зеркало, слушай-ка, да ты красотка, и есть такая практика, почему я молодец, и уже в 8, там, либо в 9 утра вы можете себе галочку поставить в вашем планере, потому что молодец, потому что я это сделала, потому что я это смогла. И пусть сегодня утром вам будет тяжело встать, и потом вы проанализируете, ну, слушай, а почему мне было сегодня так тяжело и тошно встать в 7 утра? Ну, наверное, потому что я легла в 2 часа ночи, я смотрела сериалы, либо я листала Инстаграм и снова перевозбуждала свой мозг, а может быть завтра мне лечь до 23 часов, чтобы утром не встать в 7 утра? И таким образом я создаю свои, согласно с тобой, мини-ритуалы, и выстраиваю свой день, и я один раз себя попросила встать раньше, второй раз, и на третий день, а мы знаем, что формируется привычка через ежедневное повторение, так у нас формируется мозг, так у нас образуются новые нейронные связи, и потом на третий день я думаю, как я вообще без этого жила? Что-то было странное. И начиная с себя, с каких-то внутренних, вы знаете, внутренний как будто тумблер переключился, это вам кажется, что он переключился, на самом деле по-другому стали идти, по-другому стали вырабатываться гормоны, по-другому стал работать кишечник, по-другому стала работать печень, вы стали более активны, то есть запустили все внутренние процессы, и от этого чувствуете себя достаточно кайфово сами в себе, а потом это начнут замечать окружающие, и скажут, боже, какая у меня прекрасная жена, сколько в ней сил, почему же я не... Я тоже хочу так, почему я так не делаю? И вся семья постепенно подхватывает этот образ жизни. Расскажу, как в мае я приехала в гости к своим родителям, и знаете, куда... Сейчас родители живут за городом. Ну, мы так решили, и родители согласились, потому что они не ходят на работу. Так вот, я утром просыпалась, мама, конечно же, в силу своего возраста и огромной любви к растениям, мама по первому образованию Агроном, она уже в 6 утра, она уже в грядь, ей это нравится. Вот это для нее ресурсное состояние, это ее гимнастика, потаскать, подтягать, она чувствует себя очень наполненной. К завтраку она приходит, у нее прям глаза горят, она рассказывает, что у нее взошло, или что у нее не взошло, это тема нашего общего завтрака. А я в 6.30 я вставала и бегала по участку, то с резинкой, то еще с чем-то, то просто тянулась, то просто ходила и, знаете, моську к солнышку подставляла, особенно апрель был такой месяц нетеплый, и вот так хотелось этого солнышка. Потом начала собирать в первую сны, в первую крапиву, в первый одуванчик. И мама с папой немножечко смотрели на меня странно. А дети, они знают, что я гусеница, и мне так все дома называют гусеницу, что я ем все подряд. Ну, имеется в виду там зеленое, то, что растет. И дети, ну, мама, как обычно, в своем репертуаре. Ну, вы знаете, что на третий день, и я это выкладывала везде в соцсетях, вся моя семья, у меня уже дочь вставала рано, она уже собирала молодую крапиву, она уже придумывала рецепты, они делали какие-то пирожки, они делали какие-то завтраки. Это игра. Вот, кстати, да, вот мы говорим про внутренний ритуал, про свой личный ритуал, это как игра сама с собой. А ведь можно в эту игру, даже в игру ресурсного состояния поиграть с другими членами нашей семьи? Что думаешь? Во что играете, кроме пазлов дома? Вот, ты знаешь, у меня мальчишки в этом смысле воспитывают в себе вот этот навык дисциплины, и что мы делаем, это как раз-таки я прививаю вот эту привычку структурирования вот этих ритуалов, потому что, если честно, для парней проснуться в пижаме, ничего не сделать и сесть играть в лего, это уже прям типа в кайф, все там, я могу зайти они в пижаме, не мытые, вот склокоченные, но они в лего что-то уже там строят вдвоем. Поэтому я, и вот сегодня мы с младшим как раз прописывали снова чек-лист, и так проснулся, вот как убери свою планету, вот эта вся вот история, да, последовательно. И что вот мы регулярно делаем, я учу их подмечать, что хорошего было в этом дне. В какой-то момент я, к сожалению, обратила внимание, что дети почему-то все равно, они скорее цепляются за что у меня не получилось, или кто меня там, что мне сказал, или что там вот такое было. И вот эта вот привычка искать позитивное, что ты благодарен этому дню, что у тебя было хорошо, что тебя порадовало, ее нужно прививать в том числе. Потому что вот, например, ну я увидела на своих витах, что ее нужно прививать через то, чтобы направлять их фокус внимания. Вот. А еще, кстати, по поводу ресурсного состояния, когда ты сказала о том, что вот ты выходишь, ты такая красотка в мир, мне кажется, что вот в этот момент, когда у тебя ты вышла уже красотка, времени 8 утра или 9 утра, мне вот это очень знакомо, у меня с утра как раз была тренировка с тренером, и я такая, знаешь, уже там рано-рано, а я уже такая, вау, все, уже там собираюсь. И, кстати, в этот момент появляется как раз желание, а что-то создать, что-то сделать, как-то себя проявить. У меня сразу, знаешь, я там с тренировки, у меня сразу я совмещала тренировку и прогулку с собакой, я иду с собакой, и понимаю, что у меня уже рождается пост, у меня рождается идея каких-то там коллабораций, у меня какие-то, я уже там в своей команде уже начинаю что-то надиктовывать. Вот появляется вот эта энергия, когда ты в ресурсном состоянии. И действительно, если ты начинаешь в 11 часов дня, то ты ощущаешь, что ты во все, везде опоздал, хотя даже если тебе ничего не надо, все равно ощущение, что ты куда-то опоздал. Я не знаю, как у тебя, вот у меня бывает иногда, вот сейчас редко, но раньше были дни, ты встаешь в 18-10, типа я дам себе возможность поспать в выходной же. Потом ты просыпаешься, я дал себе поспать, и думаешь, а зачем оно надо было-то? Вот зачем? Потому что если я не чувствую, что я там как-то мега супер выспался, наоборот, такое ощущение, что переспал, и времени уже стойко, и жизнь вокруг кипит, и дети уже там что-то делают интересное. Поэтому я за ритуалы даже в какие-то там вот такие там праздничные дни и так далее, про сначала включить себя, как ты сказала, да, а потом с этой включенностью, с энергией появляются интересы, желание отдавать, создавать, творить. И вот это уже как раз таки переход в зону моей компетенции, когда я учу человека уже на этом зарабатывать, себя проявлять, ввести там в свою публичность в разных точках контакта, в инстаграме и так далее. Вот. Но для этого, безусловно, база – это ресурсное состояние, в том, что занимаешься ты. Именно вот физика. Вот классная, кстати, тема про то, что мозг можно, мозгом можно манипулировать. Ну что, кстати, ты сказала сейчас очень много практик, которые для тебя являются понятными и для меня являются понятными, но для наших подписчиков и зрителей я уверена, что нет. Поэтому давай сейчас сделаем следующим образом. Мы прям перечислим, и я, и ты прям перечислим. Сейчас скажу, что ты сказала. Убери свою планету, что у тебя было хорошего. Вот это вот мы включим. Итак, я говорю свои практики. Что должны сделать утром? Прям, дорогие зрители, пожалуйста, под запись. У кого будут вопросы, кому нужна расшифровка, как это сделать, всё вы найдёте на канале у меня и у Марии, если что спросите, и мы вас направим и научим. У нас для этого есть ресурсы в том числе. Итак, начинаем. Первое начну я, потому что мы просыпаемся. Записывайте, пожалуйста, практика номер один. И проснулась, улыбнулась, потому что мы этот день встречаем с радостью. Говорим фразу. Тело, кто мы сегодня с тобой, кто и что будет вкладом, чтобы день прошёл для меня наилучшим образом. Такой фразой мы в голову уже вложили программу, что первое, мы благодарны за всё то, что придёт, и люди, и информация, и знаки, и мы уверены в том, что день пройдёт именно наилучшим для меня образом. Представляете, какая это правильная установка? Ну, это прям такая утренняя мотивация. Итак, тело, кто мы сегодня с тобой, и кто и что будет вкладом, чтобы день прошёл для меня наилучшим образом. Третье. Подтянулась, это значит встала с кровати, это значит, как маленькие детки, вытянула из себя и простояла так одну минуту, макушка тянется кверху, таким образом мы выстраиваем свою антенну, свою ось, это наш позвоночник, подбородок параллельно полу, постояла так одну минуту, подышала. Дальше мы всё это делаем у открытого окна, или на балконе, или мы прям вышли на улицу, и неважно, если есть дождик, оденьте капюшон, встаньте под навес, подышите этим свежим воздухом, то есть пустите свежесть и красоту в ваше тело. Следующая рекомендация. Выпили свой утренний стакан воды. Очень важно, маленькими глотками, посмотрите, подумайте, на самом деле это не вода. Это ваш эликсир молодости и здоровья, по утрам он работает лучше всего. И дальше сформируйте, пожалуйста, свои личные ритуалы красоты и личные ритуалы здоровья. Почистили зубы, позанимались, пробудили тело, пробудили лицо, сделали там душу, кладку, макияж, нанесли крем, то есть у вас должен быть ещё список тех новых навыков, которые помогут взбодрить ваше тело. Но те рекомендации, которые я дала, они подходят с самого рождения, по большому счёту. Посмотрите на маленьких детей, вот прям на младенцев, они утром глазки открывают, они видят этот мир, они уже счастливы, и они делают вот эти потягуши. Так что будьте как дети, и тогда будет у вас всё хорошо. Другие ритуалы мы с вами обязательно разложим, информации достаточно много у меня, либо обращайтесь, пишите в комментариях, и я вам подскажу. Маша, твои рекомендации, особенно про убери свою планету, похвали, не забудь, мне самое интересное. Я добавлю к утренним кое-что, в том числе то, что я уже упоминала. Вот для меня пробуждением тела является как раз таки щётка. Я её использую именно по утрам, перед душем. То есть я вот, для меня вот этот такой момент, сонастроиться с телом. А ещё есть такая практика, улыбка своим внутренним органам. То есть когда ты, по сути, сидя уже, это уже я делаю после такой мини-йоговской зарядки, там знаешь, пара асан, буквально приветствие солнцу, несколько физических приседаний, потягушек, вот такой вот. То есть я даю себе всегда каждый день полчаса на зарядку. Но внутри зарядка может меняться. В том числе она может включать себе элементы для лица, когда ты там подбородок трёшь, там вот эти ушки, ещё там что-то вот такое. То есть всё, грубо говоря, включаешь. И вот эта щётка. Вот для меня вот эти важны. Плюс, я заметила такую, и фэншуй, из принцессы фэншуй это подтверждают. Важно заправлять постель. То есть это как раз-таки наводит внутренний такой порядок. Важно менять одежду. То есть для каждого времени, для каждого занятия свой, должна быть твоя одежда, потому что это вход в это состояние, я занимаюсь вот этим. То есть йога – это йоговский комбез, пижамка – это пижамка, домашний халат – домашний халат. Переход к рабочим процессам для меня – это когда ты переодеваешься. И у меня даже были такие, это уже были перекосы, но в какой-то момент, когда я только начала давным-давно заниматься удалённой работой, первое время я дома носила каблуки. То есть для меня вот именно каблуки, вот когда первая была моя удалённая работа, был кризис 2009 года, когда бизнес просел, пришлось отказаться от офиса, и мы все начали, всей командой работать удалённо, я, чтобы настроить себя на деловой такой суперлад, я одевала платья, одевала каблуки, и вот так вот звонила и вела переговоры. Потому что сейчас же многие люди переходят на удалёнку, у людей нет культуры вот этой самодисциплины, а как себя организовать вот здесь. Поэтому здесь бы я добавила то, что если вы сейчас работаете из дома, вы должны запомнить рабочими атрибутами это пространство. Вот если у вас мало места, найдите какую-то зону там на балконе, за ширмой, передвиньте шкаф, так, чтобы у вас было какое-то какое-то ваше пространство, закуток, куда никто не заходит, где ваши рабочие вещи, ручка, блокнот, ноутбук, наушники, там свет, если нужно, там какой-то задник. Вот, кстати, друзья, вот такой задник у меня стоит в кабинете, около стены, он на самом деле может стоять и посередине комнаты, у меня был период в жизни, когда такой задник разделял мою спальню. Вот у меня, я снимала квартиру, и там не было кабинета, но мне надо было работать из дома. Что я сделала? Я купила задник, он стоит там от 5 до 15 тысяч рублей, делают его за 2-3 дня. Просто наносите сюда свой инстаграм, какие-то там логотипы, это про рабочее пространство. И я оставила задник посередине комнаты, то есть у меня за ним была спальня, кровать, и у меня было даже что-то, я проводила вебинар, и у меня он упал. Я такая махала руками, у меня падает задник, там куча вещей, постель, ну там подушки видно, сверху вещи накиданы, которые я мерила перед эфиром. Было смешно, но это было, так как это был эфир про то, как работать и достигать всяких результатов интересных, то это даже сблизило меня с аудиторией. Знаешь, что идет процесс, что вот эти вещи, они не останавливают тебя от того, чтобы сделать результаты, идти вперед. Поэтому если вы на удаленке, и вам сейчас тяжеловато, моя рекомендация, обустройте себе рабочую зону, добавьте туда атрибуты, которые будут у вас ассоциироваться с вашим делом, и наводить вас на рабочий лад, и одевайтесь. Вот для меня, кстати, очень часто такое одежда, сейчас может быть пиджак. Вот ты сейчас сидишь в красивой такой кофте с атласными рукавами, прям шикарно. Вот, но вот, например, когда мне нужно прям супер деловое, выступая на конференции, я просто одеваю пиджак, он сразу же тебя вытягивает. И украшения девушки. Я, да-да-да, я вот не знаю, как тебя, например, я могу за день три раза переодеть, я очень люблю камни разные, они по-разному работают, я реально могу за день три раза поменять комплект украшений. Ну, потому что это твое, знаешь, как фетиш, настроение, да, это какой-то якорь настроения, какой-то вот переключатель, как цвет кофточки, как, я не знаю, губная помада, мы что-то нанесли, опа, и поменяли свою роль. Кстати, я думаю, это будет интересная тема для нашего следующего общения такого. Поговорим про наши фишечки, во что мы одеваемся для нашего ресурсного состояния, что мы носим, может быть, чем мы пользуемся, какие-нибудь ресурсные ароматы и так далее. Как ты на это смотришь? Ароматы — это тема, кстати. Вот я, раньше мне казалось, что тема связана с духами, ароматами для дома, это такая тема преувеличенная. Но вот сейчас я понимаю четко, что когда ты попадаешь к специалисту, который тебе хорошо подбирает то, что тебе действительно нравится, не покупаешь, что потом рекламируют, а именно вот подбор какой-то парфюмерии селективной, так же, как эфирные масла, например. Я вот, кстати, вот, кстати, у меня в этом пробел. Вот я как раз хотела к тебе обратиться, потому что я знаю, что ты занимаешься ароматами, маслами, потому что я знаю, что разные масла, разные крема, они создают разную атмосферу. Вот поставить аромалампу с маслом, мне кажется, это очень крутая тема. У меня этого еще нет, ритуала. Я использую пока палочки и диффузоры, которые, вот я сейчас была в Италии и привезла оттуда с особенного места, где там отель построен, там, в рамках экологичного, интегрированного гора. У них там вот свои ароматы, я их взяла оттуда и прям кайфую. Но вот расскажи про... Это же фишечка масла. Абсолютная фишечка. Дело в том, что наши ароматы воздействуют на нашу лимбическую систему. И тут я снова скажу, что таким образом мы манипулируем своим же мозгом. И эта тема очень интересная, эта тема очень обширная и объемная. И я думаю, что мы сделаем еще одну встречу. Но, друзья, если вы нас смотрите, если вам интересны те темы, которые мы обозначили, то напишите, пожалуйста, в комментариях и предложите свою тему. А также можете предлагать темы для обсуждения и с какими бы специалистами, экспертами вы бы хотели, чтобы мы пообщались. Я вас благодарю. Маша, спасибо тебе большое за прекрасное общение. С вами была я, международный антиэйдж-эксперт, врач антивозрастной медицины и моя прекрасная подруга, эксперт в своем деле, Мария Азаренок, специалист по личному бренду, по онлайн-продвижению и вообще по бизнесу в его максимально ресурсном состоянии. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели до этого места. Это означает, что тема ресурсного состояния для вас близка и интересна. И я надеюсь, что благодаря тем опытам, которым мы поделились сегодня с Ольгой, этого ресурса, результатов проявленности в вашей жизни станет больше. Оля, благодарю за приглашение. Ура! Друзья, благодарю вас, что вы досмотрели это видео до самого конца и теперь вы узнаете, что же можно получить на 18 500 рублей от меня и от Маши. А это наши призы, которые мы будем разыгрывать, если вы выполните следующие очень простые условия. Итак, мы сегодня поделились нашими ресурсными ритуалами, поговорили о ресурсном состоянии. Я уверена, что у вас есть какие-то свои фишки. Возможно, вы используете что-то из того, что мы порекомендовали. Возможно, вы используете свое. Напишите в Инстаграме пост про то, что держит вас в ресурсном состоянии. Можно один ритуал, можно несколько. Обязательно отметьте Ольгу и меня. Наши аккаунты есть под этим видео. И среди вас мы сделаем розыгрыш. Розыгрыш мы сделаем следующим образом. Ссылку на ваш пост вы кидаете на ролик, который вы увидели на канале. Кидайте ссылку. И на моем канале мы проводим розыгрыш экспресс-консультации по личному бренду. А на канале Ольги... У меня в комментариях под данным видео я разыграю участие в своей онлайн-школе молодости, где я вместе с кураторами и со всей своей большой командой научу вас своим ритуалам для поддержания молодости и здоровья на клеточном уровне. Я думаю, что это прекрасный подарок. И, Маша, спасибо тебе большое за такое предложение. Потому что получается, что призовой фонд 18500 рублей, но мы не даем вам рыбу, мы даем вам удочку. Быть в ресурсном состоянии, учиться омоложению в онлайне и прокачивать свой личный бренд. Поэтому два победителя, один конкурс проходит у Ольги в комментариях, туда нужно кинуть ссылку на ваш пост. В посте обязательно отметить Ольгу и меня. А второй розыгрыш проходит у меня на канале, и тоже нужно кинуть ссылку на ваш пост. И знаете что? Я вам рекомендую участвовать в обоих розыгрышах, потому что вы же сделали пост. У вас есть двойные шансы получить приз. Представляешь, будет такое, что будет победитель, который заберет все. Да, да. Так что я на самом деле всем желаю успехов и удачи. Победы. Да, и я уверена, что мы самые интересные посты, мы еще и репостним, потому что чем больше людей, девушек, мужчин будет в ресурсном состоянии, тем лучше. Поэтому делитесь вашими лайфхаками, что держит вас в ресурсе. Поддерживайте нашу встречу, нашу инициативу. И даже если вы не победите, вы, по крайней мере, отдали в мир что-то полезное, что-то ценное для ваших подписчиков. Ура! Спасибо тебя! Люблю! До новых встреч! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!